Против известного актёра Валерия Николаева, скандальным задержанием которого после ДП стало известно накануне, возбуждено административное дело. Он сейчас в суде. По данным полиции, артист неоднократно нарушал правила дорожного движения. Материалы проверки в отношении его направлены в Следственный комитет. Сергей Зенин обо всём подробнее. Актёр всю прошедшую ночь и вплоть до сегодняшнего полудня провёл в отделе внутренних дел. Отпускать его, по всей видимости, не собирались. Ночью вывозили на короткое время, возможно, на медицинское свидетельствование на наличие алкоголя в крови. Результатами обследования полиция ещё не поделилась. Но, судя по тому, что рассказывали очевидцы происшествия, вёл себя Николаев неадекватно. Актёр, находясь за рулём автомобиля, протаранил несколько других машин. Случилось это всё в центре Москвы на улице Большая Никитская. Во время этого массового тарана пострадал даже полицейский. Инспектор ДПС преградил иномарки дорогу, но нарушитель совершил наезд на сотрудника и протащил его на капоте. После того, как Николаев проигнорировал требования полицейских о немедленной остановке, сотрудники разложили на дороге шипованную ленту. Пытаясь объехать препятствие, Николаев выскочил на тротуар. Здесь его и задержали. Было скопление из нескольких машин. После этого подъехали полицейские. Было разбитое стекло. И потом они, собственно, скрутили молодого человека, чья личность была сначала неизвестна. Актёр отказался выходить из машины. Полицейским пришлось разбить стекло в автомобиле. Кстати, этот же автомобиль почти целые сутки был в розыске после того, как на нем, предположительно, была сбита женщина. Автомобиль скрылся с места ДТП. В момент захвата в салоне находился еще и пассажир. О нем ничего не известно, но в неформальной беседе полицейские сообщили, что он был отпущен домой. Фамилия не разглашается. Валерий, скажите, а как так получилось вообще? Наручники с Николаева сняли только когда доставили его в отдел внутренних дел. Сначала он был в камере административных задержанных, в простонародье называемой обезьянником. Несколько раз его вывозили во внутренний двор покурить. В 12 часов дня посадили в машину ДПС и в сопровождении другого автомобиля полиции повезли в суд. Николаев снова в наручниках. В сопровождении полицейского выходит к журналистам из здания суда. Ощущение, что в роли. Демонстративно расслаблен, радуется весеннему солнцу, никуда не торопится, ждет, когда соберутся все камеры. А разговор с прессой начинает с нелицеприятных высказываний. Со всеми на «ты». Вот на такое ты пишешь? Нет, вот она. Ну, потерпите чуть-чуть. Короткая пресс-конференция перед многочисленными журналистами. Он сообщил, что не считает себя виновным. Всем своим видом и на словах выражал уверенность в том, что дело развалится. Единственная статья, которая мне предъявлена, управление автомобилем в нетрезвом виде, что уже рассыпалось. Но вы до сих пор находитесь в железных наручниках при этом. Чтобы не распахнуть крылья. И не улететь на таком прекрасном солнце далеко. Ну что, сигаретка-то для? Артист по-прежнему находится в здании Пресненского районного суда. По всей вероятности, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Обычная практика в подобных ситуациях – подписка о невыезде. Сергей Зянин, Николай Сысоев, Дмитрий Белов, Андрей Нехорошев, Иван Королёв, Наталья Литовка. Первый канал. Продолжение следует. Продолжение следует...